Ну что, теплица, кофе и помидоры, которые нужно подвязать кое-какие, прополоть. В общем, отдых на грядке. Но кофеек помогает. На улице дождик, пасмурно, поэтому решила... Все равно на свежем воздухе полезный труд. Тем более помидор-то тут по меню. Ну все, заканчиваю полоть. Сейчас допью кофе, он еще не успел остыть. Подвяжу сейчас помидорки, я их оборвала. Листики нижние подрезаю всегда. Хорошо в тепличке. Дождик идет, капает. Ой, чуть телефон не упал. А здесь красота. Главное, хочется сказать то, что делайте тогда, когда хочется вам это делать. Если это не приносит удовольствия... Я понимаю разные жизненные ситуации. Но заниматься огородом нужно в удовольствие. Не нужно себя насиловать. А то у нас на генном уровне уже передаются бабушкины, мамины грядки, дачи, которые, по-моему, передаются по наследству воспоминания о том, как это было тяжело. Мне никогда этого в детстве не было. Меня никогда не заставляли работать в огороде. Поэтому у меня 7 помидор, 5 огурцов, салатик, зелень. И я это делаю в удовольствии, чего я вам желаю. Ну что, все. Ну вот он. Трава. Помидорчик сорвала, потому что он какой-то корявенький такой весь. Положу, может быть, так дозреет. В самом низу был. Сорвала. Сейчас салатик сорвем. Хрустит прямо. Вот. Вы знаете, чтобы салатик не горчил и хрустящим был, если не хрустящий, нужно положить его в холодную ледяную воду. На короткое совершенно время. Потом его достать. Он будет очень хрустящий, не горчить, вкусный. Кто не знал, пользуйтесь. Ну и огурчик сорвем. Вот. Здесь маленьких очень много. Внук приедет как раз ко вторнику. Он нарастут еще. Ну все. Идеально. Все обстригла, подвязала. Цветочки цветут. Огурцы растут. Я молодец. Красота. Ну и вот, как они пахнут все-таки, эти цветочки. Вообще. Как они хорошо пахнут. Ну и кофе допила, конечно. Продолжение следует...